МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Эти фонтаны на Поклонной горе в Москве каждый вечер подсвечиваются красным светом и становятся символом крови, пролитой миллионами советских людей в годы Великой Отечественной войны. Правда об этой войне сохранилась в памяти ее участников на миллионах километров кинопленки, тысячах книг. Но есть одна тема, о которой не любят вспоминать ветераны и военные историки. Это позорная и страшная страница войны, но без нее вся правда о войне была бы неполной. Целый миллион советских граждан в годы войны встали на сторону врага и с оружием в руках воевали против своего же народа. По подсчетам историков, в Европе таких было около 10 миллионов. Карали их жестоко. Для предателей в послевоенной Европе была введена смертная казнь. Но чаще всего местные жители и бойцы сопротивления расправлялись с ними без суда и следствия. В Люксембурге коллаборационистами разминировали минные поля. В Италии их сбрасывали в море. Во Франции женщин, улеченных в сожительстве с немцами, брили наголо. Большинство европейских коллаборационистов помогали немцам на трудовом фронте и оружие в руки не брали. Основная масса советских предателей помогала немцам с оружием в руках. Чтобы расстрелы не вызывали недовольства у населения, в Киеве, например, имущество казненных евреев раздавалось местным жителям. Некоторые из обывателей воспользовались ситуацией и решили свои бытовые проблемы. Жители одной коммунальной квартиры, хорошая коммунальная квартира, всего две семьи, русские и евреи, вдруг подумали, так а отдельная эта квартира, она ведь лучше. И очень быстро побежали куда следует и сказали, а соседи-то у нас евреи. И не просто евреи, а партийные. Естественно, они были арестованы и вскоре были расстреляны. Фамилия Тимгенюкова. Фамилия Марченко. Фамилия Федоренко. Готовы выслужить Великой Германии и бороться против большевистской власти? Готовы? Иван Марченко и Федор Федоренко – оба с Украины. Марченко жил в селе под Львовом. Федоренко – уроженец города Джанкой Крымской области. После начала войны оба были призваны в Красную армию, но уже в июле 41-го года попали в плен. А в ноябре они встретились в Польше, в учебном лагере СС, где гитлеровцы готовили специальные кадры охранников для концентрационных лагерей и лагерей смерти. Там же приняли присягу на верность службы фашистской Германии, были обмундированы форму войск СС, поставленные на все виды довольствия. По окончанию учебы получили звание обер-вахмана СС, то есть старших охранников. Для несения дальнейшей службы в составе зондеркоманды СС Марченко и Федоренко были направлены в лагерь смерти Требленка. Работа в лагере была однообразной. Каждый день строго по расписанию приходил железнодорожный состав с евреями. В нем около 10 тысяч человек, а однажды в Требленку привезли 24 тысячи. Там обреченных встречала команда ССовцев, 300 немецких и украинских охранников. Многие узники брали с собой ценные вещи, ведь перед отправкой немцы говорили им, что согласно приказу фюрера, евреи переселяются на новые места. Но новым местом был лагерь смерти. И барак, где приказывали всем раздеться, ценности забирали, женщин стригли наголо, волосы потом использовали для набивания матрасов. Затем охранники выстраивались в оцепление вдоль прохода, ведущего к газовым камерам. Туда людей подгоняли палками. За один прием в душегубке умещалось 2000 человек. Если не помещались, Марченко заталкивал их туда руками. Маленьких детей закидывал в камеры поверх голов. Потом охранники шли в лазарет, где находились больные, которые не могли самостоятельно дойти до газовых камер. Их расстреливали в лазарете. Но Федоренко редко ходил на эти расстрелы. А вот Марченко сам вызывался поработать в лазарете. В лагере он за особую жестокость получил кличку Иван Грозный. По мере приближения советских войск к Германии, концентрационные лагеря и лагеря смерти немцами уничтожались. А их узников гнали дальше, на запад, где для них уже были готовы новые лагеря. После ликвидации Треблинского лагеря, дороги Марченко и Федоренко разошлись, и они больше не встречались. В 45-м году гитлеровский генерал Йодль, один из подписантов акта о капитуляции Германии, подготовил советским представителям справку о численности наших военнопленных, служивших в вермахте. 700 тысяч человек. Если добавить к этой цифре армию генерала Власова, а также казачьи соединения, получится более миллиона человек. К началу войны в СССР в живых еще оставалось немало современников и участников гражданской войны, помнивших не только белый, но и красный террор, голод 20-х годов, уничтожение казачества, коллективизацию и последовавший за ней голод 30-х, ликвидацию частной собственности в деревне и выселение сотен тысяч крестьян, названных советской пропагандой «кулаками». Во время войны немцы устраивали показательные акции по возвращению имущества бывшим кулакам. Среди советских военнопленных немцы в первую очередь искали людей, недовольных советской властью. В инструкции немецких агитаторов, занимавшихся вербовкой военнопленных, было записано. В первую очередь обращайте внимание не на тех, кто лезет в первые ряды и пожирает глазами, а на тех, кто затравленным волком жмется в сторону. Рядовой Вячеслав Вечер был как раз из таких затравленных. Он был родом из Белоруссии, вырос в многодетной работящей семье, которую в начале 30-х годов раскулачили и выслали в Ленинградскую область. Оттуда Вечер был призван в Красную Армию в октябре 41-го года, а уже в ноябре того же года попал в плен. Фамилия Дестов, фамилия Васильев, фамилия Воров, фамилия Вечер. Готовы служить Великой Германии и бороться против большевистской власти? Готовы! Рядовой Вечер в числе 20 военнопленных был освобожден из лагеря и направлен в одну из деревень в Псковской области. Там накормили, помыли, выдали суконную гимнастерку, брюки, гетро и ботинки. Дали каждому по немецкой винтовке. С этого момента бывший рядовой стрелкового полка Красной Армии стал бойцом 4-й роты карательного батальона «Шелонь». Командиром батальона был бывший капитан Красной Армии Александр Рис. В батальоне его боялись. За малейшую провинность лично избивал своих бойцов и поощрял пытки. Но побегов из отрядов не было. В отличие от других, куда люди соглашались идти только для того, чтобы освободиться из лагеря и бежать к своим. После войны многие арестованные каратели из батальона «Шелонь» объясняли следователям, почему они не пытались бежать. У них такая система была. Каждого вновь принимаемого в карательный отряд они проверяли на верность и на его достоинство карателя. Сразу же брали в операцию при первом захвате партизана либо связных партизан либо просто патриотов без особой вины. заставляли расстреливать. Если он расстреливал, значит, все, он кодов, он же все, он себя уже связал наручниками. Боевое крещение вечер принял в декабре 42-го года. Четвертая рота, расквартированная в деревне Петрово, была поднята рано утром по тревоге. Бойцы построились и направились пешком к реке Полесть. Сначала лесом, потом по проселочной дороге. В роте было 70 человек, в основном все местные. По приказу командира из ближайшей деревни взяли несколько женщин и стариков. Зачем? Командир не сказал, но никто и не спрашивал. Когда четвертая рота подошла к реке, там уже стояли первая, вторая и третья роты батальона. Среди них командир батальона Александр Рис. А напротив, на льду реки, толпа жителей окрестных деревень. Женщины держали детей за руку. Рис приказал выстроиться поротно и стрелять по толпе. Расстрел продолжался минут 10. Потом Рис обошел лежащих на льду людей, увидел, что некоторые живы и приказал добиться. Вызвались несколько человек, среди них Вячеслав Вечер. Раненых расстреливали из автомата. И это была относительно легкая смерть. В другой карательной операции однополчанин вечера по кличке Скобарь забивал людей палками. Вася Скобарь. Фигура зловещая даже для батальона СС Шелонь. Да и согласитесь, одно дело лежать у пулемета и расстреливать мирное население несчастной русской деревни все-таки до них метров 40-50. Глаз-то их не видишь. А другое дело взять палку и заявить о том, что на жидов-то патронов и веревок жалко. И забить 30 человек в Порховском гетто насмерть. В 43-м году батальон Шелонь как особо надежный был переброшен по решению немецкого командования в Данию для охраны побережья от предполагаемой высадки союзников. В 45-м году бойцы батальона бежали в разные стороны и следы их, казалось, затерялись. Сразу после окончания войны в НКВД были образованы отделы по поиску карателей. Формировались они из сотрудников СМЕРШа и фронтовиков. На фронте знали мы, что перед нами враг, явный враг, открытый враг, с которым приходилось бороться. По пути движения нашей 4-й танковой армии мы многие видели преступления, совершенные и детниковцами, и их пособниками. В частности, мне поразило дело и само событие в городе Проскуров, когда были трупами гражданскими забиты колодцы. Оперативникам предстояло собрать все сведения о карательных отрядах, состоявших из советских граждан. Выявить людей, которые на оккупированных территориях служили полицаями, бургомистрами, работали в гестапо. Дело филистинского Бориса Андреевича заведено в 47-м году. Родился в 1905-м году в семье офицера, дворянин, два высших образования, по первому востоковед, по второму инженер. В 37-м году был осужден по политической 58-й статье, провел пять лет в лагерях, после отбытия срока был поражен в правах, он не мог жить в крупных городах и в 41-м году поселился в Новгороде. Город считался ссыльным. Здесь, помимо политзаключенных, было много уголовников, проституток и бродяг. Интеллектуалу и поэту филистинскому в Новгороде жилось тяжело. На работу по специальности его не принимали, и он устроился грузчиком в местной психиатрической больнице. После оккупации города немецкими войсками добровольно сотрудничал с новой администрацией города. Был назначен шефом русского гестапо и сотрудником местной оккупационной газеты. Немцы дали возможность филистинскому проявить себя. В городе он стал заметной фигурой. Человек литературно одаренный, он многое хорошо печатался в местных газетах. Объяснял населению преступность сталинского режима. Он с лагеря, репрессии, расстрелы ни в чем не повинных людей. Большевиков он называл преступниками, а в немцах видел освободителей. Он проклинает советскую власть, проклинает жидобольшевизм, проклинает не только Советский Союз, но и Англию, и Соединенные Штаты Америки, которые мешают цивилизованной Германии строить новую Европу, свободную от евреев и коммунистов. Это территория бывшей новгородской психиатрической больницы. К началу войны здесь оставалось около 300 больных. Ста из них в начале зимы 1941 года были введены смертельные дозы лекарства, чтобы не мучились. Собственно, можно считать, что этим первым умерщвленным действительно повезло. Остальные умирали долго и мучительно от голода. Их жалобные стоны и крики слышали жители окрестных домов. А в здании непосредственно напротив больничного корпуса Борис Филистинский устроил что-то вроде литературного салона. Сюда он приглашал немецких и испанских офицеров, здесь музицировали, читали стихи, часто собственного сочинения. В психбольнице работал столяром старый еврей Гринберг. Он жил в одиночестве в подвале. Редко поднимался на улицу, у него болели ноги. Когда гитлеровцы вывесили приказ о том, что горожане обязаны сообщать в немецкую комендатуру обо всех евреях, живущих в городе, Борис Андреевич Филистинский помог Гринбергу вылезти из подвала, погрузил его на тележку и повез сдавать. И немцы его уничтожили, потому что он был евреем. А Филистинский его выдал только по одной причине. Он не мог его ненавидеть. Гринберг не был чекистом, он не был коммунистом, но просто раз немцы приказали, и он это сделал, он это исполнил. В 44-м Борис Филистинский переехал в Германию и был принят на работу в Министерство народного просвещения и пропаганды. Он оставался в Германии до 49-го года. Послевоенная Европа была похожа на огромный вокзал. Поезда один за другим двигались с запада на восток, с востока на запад, развозя миллионы людей по домам, своим и чужим. Возвращались люди, угнанные в Германию во время войны, беженцы, военнопленные и узники концлагерей. В этом потоке людей без документов легко было затеряться и тем, кто хотел скрыть свое прошлое. Среди них были и те, кого на родине разыскивали за карательную деятельность. В одном только новгородском НКВД на карателей было заведено около трех тысяч уголовных дел. 654-й карательный батальон, 663-й, 664-й, 665-й, 656-й, 657-й. Это вот уже шесть. Это крупные карательные отряды. Отряды были эти от и до 100 и свыше 100. Бойцы самого большого карательного отряда Шелонь, оказавшись после войны в Европе, разбежались кто куда. Некоторым удалось эмигрировать в США и Канаду, а несколько человек вернулись в Советский Союз. Не смог остаться на чужбине и Вячеслав вечер. Бежав в конце войны из батальона, он попал в зону американских войск, был арестован и передан 15 мая 45-го года советским властям вместе с освобожденными из немецкого лагеря военно-пленными. После спешной проверки, которая ничего не дала, его зачислили в одну из частей Советской Армии. Прослужив три месяца, вечер демобилизовался. Бывший боец карательного батальона Шелонь возвращался на родину как герой вместе с частями Советской Армии. Но к семье не поехал, а устроился в Москве на стекольный завод. В течение нескольких лет им никто не интересовался, никто не разыскивал и, успокоившись, вечер вернулся домой к жене и дочери в Ленинградскую область. Показательные процессы над карателями начались еще во время войны. Судили немецких пособников, не успевших скрыться. Первый процесс прошел в Краснодаре в 43-м году. В это время вышел указ Президиума Верховного Совета о наказании изменников Родины. Для карателей была предусмотрена одна мера наказания – смерть через повешение. А 20 лет спустя был выпущен еще один указ правительства о наказании лиц, виновных в военных преступлениях, независимо от времени их совершения. Мера наказания не изменилась – смертная казнь. Вячеслав Вечер был арестован в 1982 году. Ему было за 70. А для лейтенанта Яковлева, пришедшего его арестовывать, розыск карателя был первым служебным заданием. Первое впечатление – руки у него задрожали, причем очень сильно. Он сразу полез за орденскими книжками, у него еще пару медалей было за участие в войне и так далее. Начал показывать мне вот эти вот медали. В 2001 году это во времена Хрущева, когда человек, который мог доказать, что у него есть ранение, полученное во время Великой Отечественной войны, он получал орден. Ранение у него получено от партизан, но тем не менее он каким-то образом доказал, что он его получил воюя в регулярной советской армии, и он получил орден Красной Звезды. Ходил по школам, рассказывал о своих патриотических дела школьникам. Ему даже дали суду почти бесплатно на строительство дома Петрушка. Установили индивидуальное освещение у его дома. Вот до какой наглости человек может дойти. Доказательства на таких людей собирать было трудно. Прокурор долго не давал ордер на арест вечера. Фронтовик, орденоносец, ну какой он каратель. Прокурор считал, что лейтенант Яковлев молодой, карьеру делает, заслуженного человека запросто может опорочить. И Яковлев начал искать свидетелей. Один у него уже был, который дал показания на вечер. Это некто Качалин, в свое время осужденный за участие в боевых действиях в составе батальона Шелу. Яковлев составил подробный список всех бойцов четвертой роты. Проблема была в том, что постоянного списка подразделения не существовало. В четвертой роте было 70 человек. 30 человек основного костяка, 40 перемещались из роты в роту. Яковлев перерыл весь архив, составил схему перемещения внутри батальона и сделал сотни запросов в города возможного проживания свидетелей. Второй свидетель разыскался в Смоленской области, Марченков, однополчанин вечера по четвертой роте. Он не был судим, поскольку не было доказано его участие в расстрелах. Он служил в обозе. В Новгород его вызвали в качестве свидетеля для опознания вечера. Марченков сослался больным и не приехал. Вот он отказался раз, отказался два, а потом пошел и повесился. То есть вот человек сам решил, так сказать, свою судьбу. Видимо, было что скрывать. Ценный свидетель был потерян, но вскоре нашелся другой, односельчанин вечера. Ордер от прокурора на арест карателя был получен. На первом допросе вечер категорически отрицал свою вину. Он фронтовик, орденоносец, служил в Красной Армии. В каком полку? Рядовой 667-го стрелкового полка. Следователь ответил, что под таким номером стрелкового полка в Красной Армии не было. По документам 667-й батальон был в составе немецкой армии. Его еще называли батальон Шелун. Суд состоялся летом 82-го года. Его бывшие однополчане подробно рассказывали о службе в карательном батальоне, о расстрелах, в которых участвовал Вячеслав Вечер и о том, как он добивал раненых. Он был сыном кулака. Может быть, была какая-то обида на советскую власть. Я это не исключаю. Потом, мы же ведь не знаем, что он, допустим, испытывал в плену и так далее. Он изменил родину, все уже, понимаете. А на основании чего он изменил, чем он руководствовался, здесь это уже не вопрос. Суд приговорил Вечера к исключительной мере наказания – расстрелу. Верховный суд оставил приговор без изменения. Дело Вячеслава Вечера было завершено и сдано в архив, где на полках давно хранились другие раскрытые, но незавершенные дела. В основном, по тем карателям, которым удалось сбежать за границу – Соединенные Штаты Америки и Канаду. В начале 70-х годов советскому правительству удалось договориться с администрацией президента США о рассмотрении дел по людям, совершившим военные преступления на территории СССР и ставшими гражданами США. Предполагалось, что на встрече глав государств в 73-м году Брежнев передаст список карателей Никсону, но встреча не состоялась, Никсон ушел в отставку. Со следующим президентом Фордом договориться не удалось. В этом списке была и фамилия Филистинского Бориса Андреевича, того самого журналиста, который на страницах коллаборационистской прессы осуждал американцев и англичан за поддержку жидо-большевистского режима. Борис Андреевич Филистинский получил гражданство США в 1950 году. Под псевдонимом Борис Филиппов Филистинский печатался в эмигрантских изданиях. Он читал лекции по русской литературе в Вашингтонском университете. Марина Хазанова, эмигрировавшая из СССР в Америку, познакомилась с Филистинским в начале 70-х годов. В первую минуту, когда мы встретились, он нас в Вашингтоне ждал, там, около своего дома, я испугалась. Такое... У меня было ощущение вот такого, господи, советского чиновника, такого очень жесткого, такой очень пронзительный взгляд. Мне понравилось. Но как только мы пришли к нему в дом, он стал нас кормить, стал улыбаться, снял свои очки. Свой. Вот таким он остался, пожалуй, до конца. Вот он был абсолютно свой. Филистинского Филиппова любили многие советские эмигранты. С ними он был добрым, щедрым, заботливым. И кто бы мог подумать, что в это время документы о деятельности Филистинского на территории СССР во время немецкой оккупации уже поступили в ФБР в США. Но в то время нашим спецслужбам веры не было никакой. Конечно, вот тут я стала говорить, что Борис Андреевич, во, вот я поеду, я точно поеду с первым ветерком. Говорит, вот тогда он мне говорил, что нет. А мне все равно нельзя. Меня все равно. Я говорю, ну теперь я даже убеждал, Борис Андреевич, ну это уже другая власть. И нет, ко мне это не относится. У меня все равно арестуют. И скорее всего расстреляют. Борис Филистинский, он же Борис Филиппов, дожил до глубокой старости и умер в своей постели в возрасте в возрасте 85 лет в 1992 году. Судьба чаще всего была милостива к военным преступникам, успевшим удрать за рубеж. Кому-то это покажется несправедливым, но большинство таких карателей прожили долгую жизнь. Командир батальона Шелонь Александр Рис умер в середине 80-х в Америке вполне обеспеченным человеком. Василий Васильев, тот самый, что забивал евреев палками, после войны в Канаде занимался автоперевозками, даже стал крупным бизнесменом. Он умер в преклонном возрасте в окружении любящих родственников. И было всего два дела, два бывших советских гражданина были лишены гражданства в Соединенных Штатах Америки. В середине 80-х в Советский Союз был выдан Федор Федоренко, бывший охранник лагеря Требленко. И одновременно в Израиле судили его сослуживца Ивана Демьюнюка, он же Иван Марченко, он же Иван Грозный, самый жестокий каратель лагеря смерти Требленко. Поклонимся великим тем годам. Торжественный концерт, посвященный 60-летию Победы. Прямая трансляция с Красной площади. 9 мая на Первом канале. 60 фильмов к 60-летию Победы. А вы знаете, лейтенант, что у меня каждый человек на счету. И счета этого почти не осталось. Диверсант. Если рванет, все на меня валите. Иди. 9 мая на Первом канале. На Черный Красный. В 74-м году в Крым приехала туристическая группа из Америки. состояла она в основном из иммигрантов, в разное время покинувших Россию. Путешествуя по Крыму, один из туристов нашел свой дом, в котором родился и вырос. А в доме жену и двоих сыновей. Последний раз он видел семью в 41-м году, когда уходил на фронт. В том же году пришло извещение. Федор Федоренко пропал без вести. А он нашелся. После войны эмигрировал в Америку. Там женился, работал на сталелитейном заводе, вышел на пенсию. Жена американка умерла, он остался совсем один и потянула его к родным берегам. Весть о приезде Федора Демьяновича разлетелась по его родному городу и дошла до местного управления КГБ. Там подняли документы. Федор Федоренко, каратель, бывший охранник лагеря смерти Требленко объявлен в розыск как военный преступник. Пока чекисты собирали документы на бывшего советского гражданина, срок туристической поездки закончился. Федоренко отбыл по месту жительства в Америку. А вслед за ним в Министерство юстиции США полетели документы о деятельности Федоренко во время войны. Спустя несколько лет дело бывшего охранника лагеря смерти пришлось разбирать судье Михаилу Тютюньку. События развивались следующим образом. В Соединенных Штатах Америки судя по материалам дела тоже стало об этом известно, что против этого гражданина есть претензии, что он является военным преступником, служил в войсках СС и по прибытию в Америке скрыл эти обстоятельства. И начинается в Америке процедура лишения его гражданства. Через десять лет после начала судебного разбирательства Федор Федоренко был лишен американского гражданства и выслан в страну, в которой родился и вырос. И тут случилось невероятное. Оказалось, что на родине его никто не ищет. Он спокойно приехал в Крым и, как ни в чем не бывало, поселился у себя дома в Джанкове. И умер бы своей смертью, всеми уважаемой в кругу родных и близких, если бы через пару лет после его приезда в американской прессе не появилась бы статья о бездействии советских спецслужб в отношении военного преступника. Похватившись, в январе 1985 года чекисты примчались к Федоренко с ордером на арест. Он, казалось, не удивился, только попросил предоставить ему адвоката нееврейской национальности. Я зашел, поздоровался и сразу же нашел контакт с Федоренко, заявив ему, что вы посмотрите на меня, на мое обличие, я к евреям никак не отношусь со своим восточным выражением лица. Он заулыбался и только спросил, сколько лет работаете в адвокатуре. Я ему сказал, что я работаю очень. С 1962 года в адвокатуре вел определенные процессы, имея опыт. Около года Федоренко провел в камере в ожидании суда. Он внимательно изучал материал дела и поражал всех своей работоспособностью. А через год состоялся открытый суд. Зал, рассчитанный на 500 человек, не мог вместить всех желающих присутствовать на процессе. После оглашения обвинительного заключения и завершения судебного процесса на первый день, те, которые находились в зале суда, были до крайности возмущены и требовали, как говорится, разорвать на части этого Федоренко. В последующие дни вход в здание суда был разрешен только по спецпропускам. Федоренко, успокоившись, что жизни его, по крайней мере, на время суда ничего не угрожает, стал отвечать на вопросы и даже общаться со свидетелями. Вот свидетель заходил в зал заседания, кажется, это был свидетель Керезора. И начинает, тот называет его подсудимый, называет его по имени, он называет, Федя, это ты? Они друг друга узнали. Траблинку в этот тупик он не влазил, этот эшелон, его делили напополам. Федоренко я там увидел, да, вот этого Федоренко. Ну, били плетками, палками, били их, вот, и в этой узкой проход гнали до самой душогубки, чтобы они даже не опомнились. Там смысл работы такой был, чем быстрее уничтожишь, тем быстрее кончилась твоя работа. Вот тем же Федоренко занимался, загонил и он душогубку, отбирал людей ценности. Чем больше выступало свидетелей, тем меньше у Федоренко оставалось шансов остаться в живых. Прокурор за совершенные Федоренко преступления требовал смертной казни. Адвокат просил суд учесть возраст подсудимого, Федоренко было почти 80 лет, и смягчить наказание. Я не хочу этого. когда его спрашивали, ну а чем ты занимался, в частности, самое большое обвинение, самое серьезное шло по Треблинском лагере, где было массовое уничтожение. За время его службы в это время было уничтожено 800 тысяч евреев. Он говорит, ну там была такая работа, убивать людей. Через 9 дней после начала процесса судья Михаил Тютюник зачитал обвинительный приговор. Судебная коллегия приговорила Федоренко Федора Демьяновича к смертной казни расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Федоренко как показалось всем присутствующим слова судьи выслушал равнодушно. Вы знаете я бы сказал так мне представляется что он уже себя приговорил. Он сам себя приговорил. Тем не менее после суда Федоренко попросил пригласить к нему адвоката и написал прошение о помиловании. Писал что полностью раскаялся просил учесть преклонный возраст. Президиум Верховного Совета СССР приговор суда оставил без изменения. Федора Федоренко не помиловали и через полгода он был расстрелян. А спустя три года после исполнения приговора судье Тютюнику приехал из Израиля незнакомый ему адвокат Шефтель. Его интересовали показания Федоренко о своем коллеге охраннике лагеря смерти Иване Марченко прозванном узниками лагеря за особую жестокость Иваном Грозным. В 1986 году в Америке был лишен гражданства некто Иван Демьянюк. Его выслали в Тель-Авив где вскоре он предстал перед судом. Свидетели утверждали что Демьянюк не настоящая фамилия на самом деле он Марченко он же Иван Грозный. Защищать его согласился Иораним Шефтель. Вот они приехали ко мне и попросили меня вспомнить а не проходила ли такая фамилия речь шла о том что он сам Иван Демьянюк не отрицал что он служил в определенных местах в том числе в этом но говорил что я не Иван Грозный. Тем не менее израильский суд вынес смертный приговор Ивану Демьянюку подсудимый не соглашаясь с обвинением подал апелляционную жалобу адвокат Шефтель решил провести свое собственное расследование Иоранима Шефтеля иначе как адвокатом дьявола никто в Израиле не называет он был адвокатом итальянских мафиози защитником бывшего российского предпринимателя а ныне израильского гражданина Лернера обвиненного в мошенничестве в общем имел скандальную репутацию на судебные заседания в которых он участвовал Шефтель являлся в стеклянных бусах и браслетах чем немало шокировал почтенный суд но даже от такого человека никто не ожидал что он станет защищать палача еврейского народа и израильская общественность прокляла адвокатом со всех сторон из зала заседаний кричали капо полицай предатель нацист и была большая проблема с моей мамой она не разговаривала со мной в течение трех четырех месяцев но как после будет утверждать сам Шефтель он никогда не согласился бы защищать палача собственного народа если бы не был уверен в его невиновности перед процессом от 59 траблинг вы еще остались живые еще видели эти эти картинки 51 не узнали 51 не узнали от 59 но суд к доводам адвоката не прислушался и за 21 день решил судьбу Ивана Демьюнюка смертная казнь через повешение в своем последнем слове Иван Демьюнюк от выдвинутых против него обвинений отказался и подал заявление на пересмотр это очень большая ошибка это очень большая ошибка вы не Иван Грозный вы должны вынести свой вырок для Ивана Грозного сегодня я не знаю exactly я знаю вы должны выражаться не будет тому Катове Ивану Грозному бо вы его не судили общественное мнение было единым смерть палачу еврейского народа заседание суда транслировалось по телевидению в прямом эфире все газеты первые полосы отдавали процессу Демьюнюка и сравнивали его с делом другого немецкого карателя Эйхмана повинного в гибели 6 миллионов евреев за всю историю Израиля по решению суда был казнен всего один человек немецкий каратель Адольф Эйхман ожидалось что Демьюнюк станет вторым примером применения смертной казни но события разворачивались не в пользу общественного мнения за неделю до повторного суда неожиданно покончил жизнь самоубийством помощник адвоката Шефтель сбросился с крыши дома на его похоронах какой-то человек подошел к адвокату и брызнул ему в глаза кислотой суд перенесли и только благодаря этому обстоятельству Демьюнюк остался жив адвокат Шефтель ослеп на один глаз и с удвоенной энергией принялся искать доказательства невиновности своего клиента за правду он отправился в СССР ему повезло в Советском Союзе вовсю шла перестройка открылись для широкого пользования архивы судов КГБ и прокуратуры судья города Симферополя Михаил Тютюник судивший охранника лагеря Требленко-Федоренко помог Шефтелю получить материалы дела мы нашли ответ в этом деле я не думаю что это все было ответ на тот вопрос что все таки Иван Демьюнюк Иван Грозный это не одно лицо и Верховный суд Израиля на основании этих дополнительных материалов его оправдал для защиты Демьюнюка в Америке был создан фонд помощи собрали 4 миллиона долларов благодаря этим деньгам адвокат Шефтель смог провести свое независимое расследование и убедил суд что достаточной доказательной базы для обвинения Демьюнюка нет праведливость и деньги без деньги нет праведливости доказать правду стоят деньги и большие деньги Иван Демьюнюк был оправдан Верховным судом Израиля в 1993 году и уехал в Америку требовать восстановления гражданства Гражданство ему вернули правда ненадолго Вмешалась Генеральная прокуратура России которая обнаружила новые доказательства участия Демьюнюка в карательной деятельности Среди этих документов были обнаружены и непосредственно удостоверения Демьюка о службе его вот в дестапо Именно тогда их называли вахманы по-нимецки я так понимаю это охранники и часть документов была отправлена в Соединенные Штаты Америки Последний суд окончательно решивший участь Демьюнюка завершился в мае 2004 года он навсегда лишен гражданства и должен покинуть Америку Как мне известно Украина ждет его а Израиль компетентный орган Израиля уже приготовились вновь его запросить для осуществления над Демьюком нового повторного судопроизводства Возможно дело Ивана Демьюнюка станет последним в череде процессов над карателями Второй мировой войны Но не потому что вина каждого установлена и все получили по заслугам Многие тысячи карателей избежали возмездия Они успели состариться и умереть так и не представ перед судом людей В самых разных религиях мира есть понятие честилище В вечном городе Иерусалиме вот эта сухая лощина Гейгенум под стеной старого города считается местом где томятся души умерших в ожидании страшного суда И вот когда он наступит именно здесь станут плечом к плечу палачи их жертвы клеветники и оклеветанные грешники и праведники И вот тогда никто из них не сможет скрыть свои помыслы заслониться свидетелями и словами Все тайное наконец-то станет явным Невинные будут оправданы а виновные окончательно наказаны На земле это называется справедливость Субтитры создавал DimaTorzok